Определиться с площадками сначала нужно на плане города. Понять, каково разрешенное использование, площадь, возможно ли разместить там большое количество домов. Губернатор области Сергей Левченко предлагает рассмотреть возможность строить девятиэтажные здания, чтобы город приобретал новое лицо. Если это практически единственный участок, где можно строить многоэтажные, то на всякий случай его отдавать надо под многоэтажные, если у него каких-то серьезных подражений нет. После работы с планом обязательный выезд на место. Нужно определиться с рельефом, понять, удобно ли будет здесь жить, как разместятся школы и детсады. Главное, здесь точно невозможно подтопление. В составе комиссии министры строительства дорожного хозяйства Светлана Свиркина, имущественных отношений Владислав Сухорученко, природных ресурсов и экологии Андрей Крючков, также руководитель службы государственного стройнодзора Иркутской области Борис Белалов и заместитель руководителя службы архитектуры региона Инна Кондратьева. Планы застройки сделают в течение нескольких дней, чтобы предоставить их членам рабочей группы под руководством заместителя министра строительства России Леонида Ставицкого. Определили пять участков, чтобы их хватило для всех переселяемых из зоны затопления. Посмотрели их все пять, выбрали наиболее приоритетные, определились, где можно строить многоэтажные дома, пятиэтажные. И, возможно, мы проработаем в течение нескольких дней возможность девятиэтажного строительства с учетом грунтов, с учетом сейсмики, которые здесь есть в городе официально, 7-8 баллов. Что касается территории, где вода смела все, восстанавливать дома там не будут. Обустроят лесопарковую зону. Анастасия Байдракова, новости сейчас. Анастасия Байдракова, новости сейчас.